Ильдар занимается граффити уже 4 года. Начинал, как и все, на улице. Потом набирался в мастерствах в художественной студии. Сейчас граффитчик с легкостью перерисовывает панду с картинки. Работает под музыку. Иначе, говорит Ильдар, никак. Ну, потому что движение музыки и движение линии, это для меня одно и то же. Как бы я чувствую с музыкой руку. Серые невзрачные здания города расписывают в стиле граффити уже не в первый раз. Веранды и фасады детских садов постепенно украшаются яркими рисунками и героями сказок. Выбор не случайный. Сами жители зачастую подсказывают, что надо разукрасить. Объект нам предложил жительница дома номер 10. Она гуляет здесь с ребенком на детской площадке. Видимо, ей будет приятнее теперь смотреть на эту будку, которая была всегда облезлой, серой, некрасивой. Сейчас она будет яркой, красочной, будет радовать жителей. Проходящие мимо люди с интересом наблюдают за работой уличных художников. Кто-то просто оглядывается, кто-то останавливается и остается надолго. Но равнодушных точно нет. Конечно, нравится. Тут просто такой осень, идешь, идешь, там серый, все, а тут... Когда я увидела, когда они начали рисовать, я подумала, сейчас будут рисовать всякие каракули. Хотела вызывать милицию. Потом я пришла с подругой, оказалось, они вон какую красоту нарисовали. И мы, может, не стали рисовать, ой, милицию вызывать. Граффити в России законом запрещено и расценивается как хулиганство. Поэтому уличным художникам важно, чтобы таких проектов было больше и можно было бы свободно рисовать на стенах. Алифтина Батурина, Ренат Бегуаев, Объективно, ННТВ.